Итак, Валентин Григорьевич, ну собственно литературное объединение стапель, ну у николаевцев, может быть даже у николаевцев старшего возраста, оно так на слуху, ну для тех кто может быть не знает в качестве такого вступления что ли в разговор, немножко о нем, уже больше 80 лет она существует, когда было создано, кем? В 1929 году был создан стапель на Черноморском судоостроительном заводе и первый его руководитель был Марк Лесянский, затем после войны и был назван Шкив, а после войны был переменован в стапель. Вообще наш стапель старейший литературное объединение на постсоветском пространстве, даже союзописатели России и Украины были образованы в 1934 году. Значит нашим стапелем за 84 года, в следующем году будет 85 лет, руководили Марк Лесянский, значит Валериан Юрьев, Валерий Бойченко, Екатерина Голубкова, Вячеслав Кочурин и вот я с 2008 года руковожу этим коллективом. Коллектив постоянно обновляется в силу разных причин, по болезни люди уходят в мир иной и так далее, мы принимаем новых людей и приглашаем николаевцев. Мы проводим заседания постоянно последний четверг ежемесячно во дворце судостроителей, комната 335, каждый последний четверг месяца, кроме летних месяцев мы не проводим, а так все время мы проводим там мероприятия. У нас создан и образован совет литературного объединения, который рассматривает вопросы, руководит ними и так далее. Я хочу отметить, что за 80 лет было издано 6 книг коллективных сборников и за последние 5 лет издано 7 коллективных сборников. Это стапель 80 к 80-летию стапеля, город мой к 220-летию города Николаева, вам победители к 65-летию победы и уникальная книга создана, это стапель сквозь годы. В этой книге насчитывается более 150 поэтов, писателей и прозаиков. Мы над этой книгой работали почти два года, в неотапливаемых библиотеках, хранилищах, искали материалы после войны и так далее. Поэтому после этой книги была издана книга «Кладезь откровений», далее новая наша работа, это «Содружество литературных объединений». В этой книге собрано 55 поэтов и писателей. Книга уникальная чем, что мы вышли не только за рамки стапеля, а в этой книге 55 писателей и поэтов опубликованы с таких литературных объединений, как «Заря», «Пошук, Новая Одесса», «Горецвид», «Полигон» и конечно мы сотрудничаем с литературным объединением «Мелитополь» и от них тоже есть люди. Поэтому здесь это интересная книга, очень последняя наша работа. Тоже мы над ней работали год и два месяца. Возвращаясь к истории, 1929 год, такое непростое время. Судостроительный завод. И вот объединяются литераторы, люди, которые стихи писали. Кто были эти люди? Мы помним их? Безусловно. В наших книгах, значит, это изложено и с помятыми тетрадками, есть там у нас одна такая, значит, написана, вот, с помятыми тетрадками собирались в нашей редакции газеты. Сначала была гудок, а потом стала трибуна рабочего. Каждый обеденный перерыв, люди туда приходили, вот, и там собирались, читали свои произведения, выбирали, какие лучшие там, и так далее, и так далее. А потом, ну, как-то постепенно, постепенно перешло. Был сначала кружок, а потом уже стало литературное объединение «Шкив», а потом «Пошук». И поэтому через наш, я повторяю, через наш литературное объединение, через наш литературное объединение, прошло очень и очень много людей, начиная с Марка Лисянского. Он был первый руководитель, который написал гимн Москвы. Вот, он очень много тоже сделал для развития. Особенно хочу отметить, значит, Тимофея Уралова. При Тимофее Уралове, значит, наш коллектив, значит, было присвоено звание лауреата Всесоюзного и Республиканского фестивалей и награждены большой золотой и мало золотой медалями. И поэтому мы в последнее время, раньше как-то не писали, в последнее время мы на книгах обычно пишем лауреат Всесоюзного и Республиканского фестиваля и так далее. Это большое достижение. Не все коллективы, которые, значит, и в Николаеве, если в других, может быть, городах есть, удостоверились от такого звания, как вот наша литература Министапель. Кто сегодня в Стапеле? Кто сегодня в Стапеле? Сегодня в Стапеле, значит, насчитывается 45 членов коллектива. Значит, люди разных возрастов, разных профессий, разных взглядов, там понимают, но нас объединяет одно – писать для наших читателей и сами для себя. Люди получают, многие пишут, а напечататься нет возможности. Поэтому наши книги, значит, имеются в библиотеках. Вот в этой книге, в этой книге я обратился к директорам библиотек Шуры Кобера, Натальи Викторовны, в 7 лет, к директору, значит, библиотеки Гмырева, директору библиотеки Кропивницкого. Они тоже приняли участие и заказали по 10 этих книг. Поэтому эти книги у них есть в библиотеках, они взяли для своих филиалов и так далее. У нас при нашей библиотеке, правкома, при Черноморском судостроительном заводе, есть свой музей, значит, который был организован, выделен там… Я прошу прощения, вот может быть такое небольшое уточнение. Ну, так у нас у всех на слуху, что, собственно, и судостроение, известно, какая ситуация сегодня с ним, ну и Черноморский судостроительный завод, что там мы так слышим происходит на заводе, но вряд ли то, что там было, скажем, я не знаю, 20 или 30 лет назад. Но стапель по-прежнему существует при ЧСЗ, или вы уже выделились как некая самостоятельная единица? Нет, стапель существует при ЧСЗ, и даже были намного хуже времена, но наш стапель, как мы говорим, наш литературный цех, он остается на плаву. То есть, литературный цех, так вы и есть, литературный цех. Да, мы так, это в скобках называется, литературный цех, да. Вот, значит, мы, нас как бы курируют правком завода, когда мы обращаемся по каким-то вопросам и так далее, Виктор Иванович Бурлаченко. Вот, и поэтому наш, как говорится, цех литературный стоит твердо на ногах, вот, постоянно, у нас регулярно проводятся заседания, не такое, что у нас какой-то был сбой там и так далее, и так далее. У нас составляется ежегодный план работы, творческий план работы, и регулярно мы проводим. Накануне заседания стапеля проводится у нас такая структура, есть совет литературного стапеля, который состоит из девяти человек. Мы собираемся, предположим, за час до заседания стапеля, рассматриваем вопросы все, решаем, готовим, и уже, так сказать, на стапель выносим решение нашего совета. Но ведь главное для поэта, наверное, все-таки писать стихи, а не заниматься такой вот административной работой. Нет, это правильно, но без этой административной работы можно ли что-то сделать? Безусловно, нет. Вот, чтобы собрать, организовать, сделать и так далее. Конечно, нет. Поэтому этот вопрос решает совет. Далее. Я, например, ни один вопрос сам не решаю. Вот, например, название вот этой книги было 11 предложений. Значит, чтобы написать этот эпир, было 9 предложений. То есть это рассматривает совет. А о чем пишут авторы стапеля сегодня? Значит, авторы стапеля пишут на любые темы. Значит, любовь, природа, ну, самые разнообразные. В нашей книге, в этой и в этой, в этой и в этой книге, есть песни, есть афоризмы, есть рассказы, есть, значит, произведения различные и так далее. То есть на разных темах. То есть нет такого, что она только, давайте, стихи. Когда мы делали, предположим, книгу «Город мой», то одно из условий было, чтобы было написано одно стихотворение каждого автора, здесь их 38 человек, одно стихотворение о городе. Каждый писал о городе. А потом уже, так скажем, на вольные темы писали стихотворение в эту книгу. А молодежь, вот, собственно, молодежь, молодые авторы, они есть сегодня в Николаеве? Мало. Мало. Меньше, ну, ведь на самом деле, такое, литературное творчество, это такая вещь, ну, я не знаю, вот, я думаю, вот водитель, да, там, например, водитель автомобиля, ну, такая бы такая штука. Решил человек, сел и поехал. А вот решил человек и начал писать стихи, наверное, же так же не получается. Нет. Может, это просто объективная такая ситуация? Нет, безусловно. Значит, это не каждый, предположим, у меня вот есть одно там стихо в даре интересное, да, называется «Дар». Значит, не каждый может сесть и написать стихо в даре. Там должен видение вокруг себя, природы, там, людей, там, и так далее, все это дело взять и выложить на бумагу. Это не так просто. Рассказ можно написать, а вот все... Ну, наверное, еще должна быть внутренняя потребность делать это? Да, безусловно, да. Конечно, да. Вот, поэтому у нас, вот, я говорю, в коллективе, ну... Вы лично пишете стихи сколько лет? С 80-го года. Ну, не так и давно, на самом деле. Ну, не так давно, да. А что же, ну, вы уже были, в общем-то, взрослый человек. Что подтолкнуло? Значит, меня подтолкнуло, значит, вначале оно было как? Значит, я специализировался, скажем таким образом, значит, работая на заводе, у нас было очень много руководителей. И часто руководители были юбилеи. Я, как бы, адресно писал эти стихи, адресно, не просто там что-то, стихотворение можно там Иванову, Петрову посвятить. Я брал биографию, кому я пишу стихотворение в отделе кадров, и по биографии писал стихотворение, где он там, чем он занимался, что он окончил, там, кем он руководил, как руководил, какая семья и так далее. И адресно, примерно там 4-5 куплетов я писал адресно, включая и Макарова Юрия Ивановича, и Тихоненко, и мое стихотворение, значит, которое написано Макару Юрию Ивановичу, даже вошло, значит, Надежда Лаврентьевна переделала, значит, свою книгу «Авианосец». И там есть посвященное Юрию Ивановичу Макару, мое тоже там стихотворение, оно тоже восхищается, как я о нем написал там и так далее. И другим руководителям, у нас же, знаете, было много замдиректоров, главные инженеры, начальники направлений там, начальники цехов, я многим, многим, вот, и у меня есть даже отдельная книга, написана о друзьях, товарищах, я издал такую книгу, вот, лично. Ну, а потом, что, ну, все-таки… А потом, значит, в 1997 году, значит, меня Николай Иванович Филимонов пригласил в Стапель. Я вот в Стапеле с 1997 года, этого я нет. Я стал ходить, посещать, и так больше, 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 и начал набирать обороты, вот, а с 2008 года стал руководить Стапелем. После того, как от нас ушел Кочурин, там, по неизвестным причинам, как-то так оставил Стапель, ушел, и я вижу, что надо брать бразды управления, вот, и стал руководить Стапелем. Поэтому нужна аудитория, или вот достаточно, что, ну, как бы, есть такой внутренний, внутренний какой-то порыв, написать о чем-то. Написал, ну, и, как бы, и хорошо. Или все-таки это должны слышать или читать люди? Ну, значит, здесь такой вопрос. Значит, есть люди, которые пишут экспромтом. Вот у нас, например, из Леонид Шифрин, он пишет эпиграммы. Очень много написан эпиграмм на руководителя государств наших, зарубежных, руководителей в городе, там, и так далее, и так далее. Он экспромтом. Вот четырехсище, вот, элементарно может написать. Вообще, как нужна аудитория? Есть человек, допустим, вот, просыпается утром. Я, например, обычно пишу поздно вечером. Я имею в виду другое. Вот, нужно этим делиться с кем-то. Вот, какое внутреннее состояние поэта? Ему нужно делиться своим творческим, там, с кем-то? Или достаточно того, что, вот, собственно, ну, легли строки на бумагу, и хорошо? Вообще, по моему мнению, я, например, первая у меня, значит, корректор — это жена. Вот я написал, допустим, психотворение, да, ей прочел, она говорит, нормально. Потом же делюсь мнением с товарищами. Теперь дальше. У нас какая вообще система существует? Значит, обычно на стапеле каждый раз мы читаем новое произведение. У нас есть, так сказать, свои критики. Если прочел человек психотворение, вот, например, Юрий Соколов, у нас мой заместитель, любит постоянно, значит, там, поправлять, подсказывать, вот, как надо. Вот здесь не так, вот здесь так. Люди соглашаются. Местами нет, местами отстаивают свою точку зрения. Вот я считаю, что так должно быть. То есть, на каждом заседании стапеля мы примерно от 12 до 18, до 20 стихотворений читаем. И, так сказать, идет небольшой разбор их, этих стихотворений. Я могу допустить, что, ну, скажем, я не знаю, там, 20-30 лет назад, вообще, вот, литературное творчество, стихи в том числе, они как-то людьми в массе своей по-другому воспринимались, чем сейчас. Сейчас такая эпоха тотального интернета. Да. Вот, это нужно сегодня людям? На мой взгляд, это нужно. Во-первых, некоторые говорят, допустим, вот, не надо сейчас печатать книги. Вот есть интернет, можно излыбки и так далее. Но это далеко не то. Я, например, часто-часто, возвращаясь вот к этой книге, с 13-15 годов, да, значит, очень, я даже меньше, может быть, иногда читаю стихи, а мне нравятся биографии людей. Вот люди прошли какой путь, чем они занимались, это просто великолепно. И поэтому, значит, надо и, на мой взгляд, что надо писать стихи и надо издавать книги. Не все имеют интернет на сегодняшний день, к сожалению, пока мы, так сказать, не так живем. Да, теперь в библиотеках люди приходят. Кстати, вот эта книга пользуется колоссальным успехом. Почему? Я хочу обратиться к Кире Сиреевичу, председателю областного совета, с тем, чтобы переиздать эту книгу. Почему? Люди пишут рефераты и очень и очень обращаются к этой книге. Почему? Там изложены биографии писателей, стихи, там, и все это. Наших, Николаевских андоров. Да, конечно. Ну, 151 человек. Это собрано за 80 с лишним лет. Вот поэтому попробуй ты найди где. Если мы два года работали на этой книге, искали эти данные в залежах, там, в хранилищах, там, после войны и так далее, и так далее. Это далеко не просто найти эти материалы. Вот и она пользуется все большим спросом. Литературное объединение Стапель. Это вот, ну, какая ситуация сегодня вообще в Украине? Аналогичные литературные объединения есть в других городах? Есть. Насколько много таких, вот, скажем, коллег, таких вот, как вы, ну, вот здесь в Украине? Я, например, скажу, не могу сказать вам насчет в Украине, потому что, вот, я хотел обратиться, значит, к рукоману, Вячеславу Михайловичу, чтобы он все-таки, вот, провел семинар-совещание, чтобы собрали всех руководителей районов, чтобы он рассказал информацию, что где делается. Вот этот вопрос в таком загоне, не где кто делается, что делается, как делается, никто ничего не знает. Чтобы он выступил с докладом, что, предположим, сделано за последние три года, какая перспектива, в каких ли это объединениях есть еще и так далее. Вот я же говорю, что в 2010 году я обратился к Евгению Миршниченко, и они туда, в этот справочник «Николаевский литератор» вписали литературные студии, объединения включили и так далее. А до этого вообще мы не знали, где есть и какие. В области мы не знали, в каких районах есть, в каких нет. Мы, например, проводили юбилей, когда 80 лет стапили, да, я обратился к Кочурину, он мне дал 7 лет объединений в районах, а их больше на много, то есть он даже не владел этим вопросом, а надо бы. И мы, конечно, у нас на нашем юбилее были с Новой Одессы, с Браска, с Вознесенска были, люди приехали, руководители и так далее. Очень это хорошо было проведено на высоком уровне и так далее, в Дворце судостроителей. И мы каждому, значит, из приезжих, кто к нам приехал, мы всем дали вот в память, вот по нашей книге, вот этой, стапель 80. И люди, конечно, были довольны. И после этого у нас как-то стал расширяться круг. Вот мы узнали за Мелитополь, с ними связались, мы переписываемся, обмениваемся книгами с ними. Точно так же и с Лито Заря, точно так же с Лито Новая Одесса Пошук. Вот, они тоже у нас были на юбилее. Мы к ним в 2009 году выехали с программой, они там в клубе собрали людей, мы там, ну, была творческая совместная встреча. Было очень интересно сделано. Государство поддерживает такие начинания или нет? Или это все такая вот инициатива, которая здесь снизу идет, да, собственно, и все? Все на инициативе. Я хочу сказать вам, что вот... Ну вот я прошу прощения. Вот здесь у нас, даже в студии присутствует достаточно большое количество книг, которые изданы стапелем. Да. Кто их финансирует? Значит, вот единственную книгу нам помог, значит, завод выделить. И то, где денег не хватило, дали нам 6 тысяч, а 3 тысячи мы обратились к Владимиру Дмитриевичу Чайке, вот, вечно ему, так сказать, память и так далее. И он нам помог, значит, на эту книгу. Все остальные книги, вот, мы издаем за счет писателей. Конечно, это сложно, вот, потому что большинство людей, 80%, примерно, это пенсионеры. Вот, но люди горят желанием, чтобы их творческие материалы не остались где-то там в шухлядке и так далее, чтобы они все-таки были опубликованы, и чтобы ними могли воспользоваться там будущее поколение, библиотеки и так далее. Мы, например, вот проводили в библиотеке Шура Кобара презентацию вот этой книги «Кладезь откровений». Великолепно. В прошлом году, в ноябре месяце, мы провели там презентацию этой книги, вот, и они тоже очень довольны. Было много читателей, вот, в их зале и так далее. Наши там были товарищи, 8 человек, выступили со своими произведениями, показали это все. Слушай, ну вот я вас даже сейчас, вот, вас слушаю, ну, вот я хочу просто показать зрителям. Все книжки, которые здесь у нас в студии, они все в твердом переплете. Твердом, цветном переплете. В цветном переплете. Он смакетирован достаточно, как бы, так, ну, нормально, хорошо. Ну, это действительно работа. Достаточно такая серьезная работа. Это все на энтузиазм, я правильно. Совершенно точно. Значит, у нас существует свой бланк письма. Мы на бланке письма пишем, допустим, в издательство. Указываем все, что мы, какая к ней должна быть. У нас все к ней одного стандартного размера. 207 мм высота, 145 мм ширина. Все они в полочках лежат. Теперь на них мы обязательно на торце делаем номер книги. Очень прекрасно. Смотришь на торце. Какая тебе надо книга? Восьмая, двенадцатая, одиннадцатая. Ну, главное, чтобы еще читатели были у этого все. Ну, безусловно. Может быть, подводя этот разговор. Ну, вот возвращаясь к тому, что у нас прозвучало выше. Эпоха тотального интернета. Действительно, вот такое складывается впечатление, что от вот такой вот материальной штуки, да, вот от печатной книги, от печатной газеты люди уходят. С вашей точки зрения, есть у этого будущее? На мой взгляд, да. Я, возвращаясь, как и вы, я уже об этом говорил. Как бы там ни было, вот ты в интернете там посмотрел, а ты, допустим, поехал где-то на природу, взял с собой книгу почитать. И это раз. Второе, а как приятно подарить книгу другу, товарищу. У нас вот брали книги, например, и дарят знакомым там и так далее. И говорят, да какой там интернет? Это прелесть, это вещи, ты взял, это материализовано как-то и так далее. Тоже надо включить, надо иметь и так далее, и так далее. Поэтому книга, она была, есть и остается книгой. Ну, если всем, чтобы поставить точку в нашем разговоре, вы сюда в студию принесли еще и свои стихи. Может быть, на финал стихотворения? Да, пожалуйста. Значит, я написал такое стихотворение «Тебе, Лито». Целую всех вас, обнимаю и люблю, таких, как есть, без сожаления. Я не в угоду к денному январю славю песни и стихотворения. Спасибо вам, друзья, за все, за теплоту и этот вечер. Я на любимое Лито приду, как с юностью навстречу. И живет моя душа апотическая муза. Вновь вдохновением дыша откроет прелесть рифмы блюза. Лито – это литературное объединение. Да. В данном случае литературное объединение стапельно. Почему в январе? Потому что у меня в январе день рождения. Я поэтому так и написал. Молодин Григорович Чебанов, голова литературного объединения стапельно. Выше нашим гостам. Выше питание. Дякую. Спасибо.